200 миллионов долларов в Кыргызстан поступят поэтапно уже в ближайшее время. Эти средства Россия выделяет для оказания технического содействия стране в рамках процесса вступления в Евразийский экономический союз. Соответствующее соглашение сегодня подписали заместители министров финансов двух стран. Фронт работы широкий. За счет этого финансирования будут обустроены границы. Реконструированы и модернизированы лаборатории, необходимые для обеспечения таможенной очистки и соблюдения фитосанитарных условий в рамках ЕАЭС. Соглашение будет реализовано этапами. Важнейший этап – это этап, связанный с модернизацией четырех крупнейших таможенных пунктов до 9 мая текущего года. В дальнейшем эта работа будет продолжена. Мы тем самым сможем адаптировать нашу экономику к тем реалям, которые у нас есть. И мы сможем достигнуть тех высот, которые сейчас есть в Российском экономическом союзе. Санкции в отношении России не повлияют на выделение средств в республике, подчеркнул Старчак. Эти деньги заложены в федеральном бюджете. До конца года общий объем поступления в уставный капитал фонда развития составит 350 миллионов долларов. А уже в первой половине следующего года он составит 500 миллионов. У нас сформированы два органа управления. Совет фонда и правление фонда. Общая функция надзора за деятельностью фонда возможна на совет. Я подчеркиваю, надзора. Контрольные функции будет внести специально созданный комитет по контролю. Эта служба будет подчиняться совету. Правление, имея обширное полномочие, тем не менее, не остается бесконтрольным. Как говорится, дорогу осилит идущий. Сказать, что все сложится идеально, пока гарантировать никто не берется. Но антикоррупционные меры, безусловно, предусмотрены. Фонд будет работать с коммерческими, с частными предприятиями или с предприятиями-участниками рынка. Фонд не будет кредитовать правительство как суверенного заемщика. Это очень важно. На первом заседании члены совета фонда сверили часы, обсудили положение о совете, порядок деятельности правления фонда, рассмотрели и одобрили кредитную и инвестиционную политики. Также согласованы спорные моменты. Следующее заседание совета намечено на третью декаду мая. Тогда уже будут представлены проекты, которые профинансирует Кыргызско-Российский фонд развития.